Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире духовно-просветительская программа «Лампада» в студии Наталья Полянская. Сегодня мы расскажем о назначении нового предстоятеля в Полоцкую епархию. В рубрике «Вопросы и ответы» вы услышите мнение священника у красной нити, которую можно увидеть на руке человека. 1 сентября митрополит Минский Изославский Павел, патриарша из Арфсии Белоруссии, представил епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия прихожанам Полоцкой епархии. В кафедральный собор богоявления города Полоцка прибыл новый архипастер, епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий, назначенный на Полоцкую кафедру решением священного синода от 30 августа 2019 года. Божественную литургию возглавил митрополит Минский Изославский Павел. Патриаршему экзарху всей Белоруссии сослужили архиепископ Феодосий и епископ Игнатий. Архипастерям сослужили секретари Минской епархии протерии Андрей Волков, Полоцкой епархии протерии Александр Петлицкий и духовенство Полоцкого собора. Богослужебное песнопение исполнил архиерейский хор под управлением матушки Марии Скобей. На богослужении присутствовали представители Новополоского горосполкома, Полоцкого, Глубокского и Докшеского райисполкомов и другие высокие гости. По время литургии митрополит Минский Изославский Павел совершил хиротонию выпускника магистратуры Минско-духовной академии Иоанна Каменкова во дьякона. В постановлениях апостольских говорится, «Дьякон добудет умом, глазом, устами, сердцем и душою, ангелом и пророком, епископа и пресвитера». В обязанность дьякона входит помогать пресвитеру и епископу при богослужении, при управлении паствой и назидании ее. По запричастным стихе клирик Собора Богоявления Ирия Александр Стотик сказал проповедь на притчу о должнике десятью тысячами талантов. Далее владыка экзарх, сослужащий архиереи и священнослужители вознесли молитвы ко Господу о ниспослании Божьей милости на всех, кому предстоит учиться и учить. Помолимся, чтобы Господь помог малышам возрастать, восходить от силы в силу, чтобы Господь им помогал осваивать науки и вступать во взрослую жизнь, чтобы они были добрыми гражданами нашего Отечества, чтобы они росли во славу Божьего, во славу Отечества и на радость родителям. Поэтому сегодня и родители, и бабушки, и дедушки должны помолиться за своих чат и внуков, ну и, конечно, детишек, которые пойдут в школу. Поэтому мы сейчас помолимся и попросим у Бога благословения на то, чтобы дети наши росли благочестивыми, добрыми, хорошими и порядочными людьми. Школьники, студенты, родители и учителя пришли помолиться и попросить помощи у Бога в нелегком деле освоения наук о Божьем благословении на учебный год. Я учусь в пятом классе в десятой школе в городе Полоцке в имя Владимира Михайловича Азина. Там очень хорошие учителя с православным уклоном. Есть духовно-нравственный класс. Учительница у меня тоже хорошая, православная. Она сегодня приходила в храм. Я прихожу на молебен для учащихся, ну, потому что я прошу Бога, чтобы он мне помогал во время учебного года, чтобы осанки были хорошие, чтобы я своими знаниями радовала учителей, начальников школы, чтобы вот все было хорошо, чтобы радовала родителей, ну, бабушек, дедушек, чтобы в школе не было никаких искушений, и я советую, чтобы все ходили на молебен для учащихся, потому что, чтобы Господь подавал благодать свою на начало учебного года, чтобы у всех все получалось. Желаю всем удачи и помощи Божьей во всех делах. По отпусти Божественной Литургии патриарша Эхзарх воздавил духовенство благочестивых хамирян с праздником и обратился ко всем со словом назидания. Владыка Павел сообщил прихожанам о решении Священного Синода Русско-Православной Церкви о подчислении архиепископа Феодосия на покой в связи с достижением 75-летнего возраста. Владыка Феодосия сегодня, начиная свою жизнь, в доме измерения. Я не сказал, что мы решили, что мы не будем внести свои восприятия. И именно так послушаем, что теперь вы будете служить Богу, в целях людей, в позовности, в позовности, в позовности. Я бы не отречен, и сейчас хочу разручить, потому что вот таких областей будет вырос что-то, будет грудь огуророк, который, считая, что Chris и сердце всех, Митрополит Минский Изославский Павел сердечно поблагодарил архиепистского Феодосия за многолетние труды на Полоцкой земле и на молитвенную память вручил Эфилиемскую икону Пресвятой Богородицы. Далее Владыка Митрополит представил всем присутствующим нового архипастыря, епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия. К архиепистскому Феодосию обратились со словами приветствия, глубокой признательности и благодарности представители светских властей, присутствующие на благослужении. Епископу Игнатию желали помощи Божией в предстоящих трудах. Я очень благодарен мне за эту работу, за эту работу, за эту работу, за эту настоящую художность и трудность для любопытной политической совершенствии. Деля выброса по-моему, что благословение общества. Владыка Митрополит всегда началось в будущем, мудрость и учитель, его лучшие учащие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 То, что благословение Бога Досе остается, то, что я буду иметь возможность общаться с Ним, пользоваться Его мудрыми советами, разрешить вам доброго здоровья, поблагодарить за все и попросить у всех вас целых молитв. После целования креста и окропления учащейся святой водой, каждый умоляющийся получил благословение епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия, архиепископа Феодосия и митрополита Минского и Заславского Павла Патриаршего Экзарха в Сея Беларуси. Очень часто на руке у людей, а особенно у детей, можно увидеть красную нить. Помогает ли она о сглазе или порче? Как к этому относится церковь? На ваш вопрос ответит протеерей Александр Карандей. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы с вами снова в рубике «Вопросы и ответы». «По вере вашей будет вам». Можно какие-то и к этим словам отнести эти вот обычаи, какие-то связанные, в частном случае, это красная нить. Ну, это не знаю, насколько она будет действовать. Ведь вера, конечно, во что-то там, как в черную кошку, тоже какие-то бывают, имеет значение побочное. Но, скорее всего, будет не сколько вера, а суеверие. Так вот, такая опасность, мне кажется, есть и в этом отношении. Когда просто каким-то предметом, каким бы там, может быть, даже ни было, приписывается такая вот как способность, а как аккумулетом, каким-то что-то защищающим. Действительно, все больше происходит по нашей вере. А вера исчисляется соблюдением заповеди. Верующий тот, кто соблюдает заповеди. Вот по мере стремления хотя бы человека к соблюдению заповеди, здесь можем и рассчитывать на помощь Божию. А в противном случае, может, такие суеверия еще где-то и повредить нам. Как-то приходилось столкнуться с одной организацией, с женщиной. У нее висела на груди цепочка, такая пластиночка, и на пластиночке стоят три крестика. Наверное, как выделение особого благочестия, ну, как ее применить, какое-то украшение, или как кресты, вот такое что-то. Сегодня многое делается такого чисто коммерческого, какой-то вот, ну, а люди порой падки, что ли, на такое что-то, что-то внешнее, вот как будто я что-то одел, что-то прицепил к себе, и все это может меня защищать. Все же, было бы гораздо лучше заглянуть в те заповеди и пытаться стремиться к их соблюдению. Вот тогда мы точно можем в любой момент рассчитывать на помощь, на защиту Бога при любых каких-то испытаниях. Они неизбежны. Если говорится, что много скорбей и праведнику, то есть и святым, необходимы были эти скорби, ну, добавлено сразу же, но от всех их избавит его Господь. Так что Господь попускает нам всякие испытания, но если мы действительно пытаемся хотя бы жить праведно, пытаясь оглядываться на те заповеди, то и тут же сразу можем рассчитать на помощь Божию в решении всех наших каких-то сложных ситуаций и проблем. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.